МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На прошедшем в Волгограде оперативном совещании глава региона Андрей Бочаров обсудил с профильными ведомствами состояние агропромышленного комплекса Волгоградской области. На сегодняшний день в регионе продолжаются полевые работы и реализация инвестиционных проектов в сфере АПК. Сельхоз товаропроизводителей Волгоградской области в достаточном количестве обеспечены семенами, горючими смазочными материалами, минеральными удобрениями, финансовыми средствами. Сев яровых, зерновых и зернововых культур уже проведен на площади 350 тысяч гектар или 80% от плановых показателей. Технические культуры посеяны на площади 360 тысяч гектар, что составляет 41% от плана. Это прежде всего масличные культуры, в том числе полностью завершён сев горчицей и сафлора. Аграрии отмечают, что состояние посевов азимых культур на сегодняшний день хорошее и удовлетворительное. Ведётся их под кормка и баранование. Продолжается также высадка овощей и бахчевых культур. В целях обеспечения продовольственной безопасности губернатор поставил ряд задач. Продолжить плановые весенние полевые работы и завершить их в установленные агротехнические сроки. При необходимости, исходя из погодных условий, внести корректировки. Отдельное внимание в связи с установившимися низкими температурами мая этого года уделить состоянию азимых зерновых культур, а также садовых культур и виноградников. Кроме того, специалистам поручено продолжить мониторинг ситуации по наличию вредителей и болезней сельхозкультур. Ксения Колоскова при поддержке пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области. Фестиваль фильмов о войне «Сталинградская сирень» проходит уже девятый раз на нашей героической земле благодаря администрации Волгоградской области и Комитету культуры. На открытие приехали народные артисты России Всеволод Шиловский, Игорь Скляр, заслуженные артисты России Борис Токарев, Наталья Бондарчук, Вячеслав Гришечкин, Александр Тютрюмов, популярные актеры театра и кино Екатерина Волюченко и Александр Носик, а также хор «Красная звезда» «Ракетный хвост» стратегического назначения Министерства обороны Российской Федерации. Артисты пообщались со зрителями в Волгограде и области. Жители Фролова смогли задать вопросы и актеру Всеволоду Шиловскому. Переполвенный зал. Я еще был вооружен своими фрагментами, когда идут биотоки, когда море аплодисментов, глаза, улыбки, слезы и так далее. И потрясающие интеллектуальные вопросы. Значит, мы живы. И нас еще пока совсем не додавили. Итак, итоги 15 дней обороны. Фашисту не удалось сходу взять Одессу. Мы остановили 12 пехотных дивизий, одну танковую и три кавалерийских бригады противника. Я благодарен организаторам этого фестиваля. Это они сделали громадные дела, потому что зритель по приказу не может приходить. А здесь переполненные залы. Приехал потрясающий отряд артистов. Потрясающий. Это все организаторы. Поэтому я счастлив, что участвую в этом фестивале. Многие из гостей в нашем городе и даже на кинофестивале не впервые. У Игоря Скляра, исполнителя роли Жора Витьковского в культовом военном фильме «Батальоны просят огня», в дни Сталинградской Питвы пропал без вести дедушка. То ли в самом конце 42-го, то ли в самом начале 43-го года. Для меня это место, в котором хочешь, не хочешь, а вот мураши по спине бегут от большого содержания духа и большого количества крови, которое пролито за эту землю. Михаил Данилович Карташов, капитан-танкист. В ходе встречи артисты затронули тему современного кино и задач, которые необходимо решать. Действительно, наше поколение немножко испортило себя на всех этих голливудских фильмах. И сейчас, слава богу, думаю, что начнут смотреть наши фильмы. У нас действительно много фильмов интересных снятых про войну. Необходимо также вспомнить шедевры. У нас были фильмы, которые достаивались главных премий мировых. Но мы, эта молодежь, их не видела. Должно быть кинообразование, должны быть часы, посвященные нашему кинематографу. Тогда мы вернем детей и повернем их от вампиров. Герасимов, мой учитель, всегда говорил, что бы вы ни делали, про что вы делаете, это главное. Все артисты единодушны во мнении, что за несколько десятилетий утеряно многое и в кинематографе, и в воспитании молодежи. Детям в школах важно демонстрировать лучшие образцы советского кино. Именно в этих фильмах заложена огромная нравственная основа и основа патриотизма, любви к родине. В западных картинах, несмотря на обилие технологий, не было главного – любви к человеку. В советском кинематографе прослеживается четкая история человека на войне. – Нет, Ромашов. Это не наш личный спор. Ничего я у тебя не отнял. Ты много говоришь о любви – это ложь. Любовь делает человека во много раз лучше и чище. Не рождает низости подлости. Так что это не наш личный спор. После того, что ты сделал со мной. Когда хотел добить меня тяжелораненого, обокрал. И бросил в лесу одного. Это воинское преступление. И судить тебя будут прежде всего за нарушение воинской присяги. Как отмечает Борис Васильевич, многие советские картины о войне снимали люди, которые знали о ней не понаслышке, сами прошли войну. Одна из таких – картина Станислава Ростоцкого «О зоре здесь стихии». О девушках-зенитчицах, вступивших в неравный бой с фашистами. Человек, который не только прошел войну, не только был ранен на этой войне. Я долгое время не знал, что у него нет ноги. Я просто не знал этого. И только вдруг на одном из фестивалей я увидел, мы там пошли плавать, оказалось… Для меня это было, я вам честно скажу, потрясение. Потому что он никогда ничем не выдавал вот этого, такой своей боли. Но фильмы, которые он делал о войне, это было настолько глубоко проникнуто любовью к человеку, который в этой военной ситуации должен совершать свой выбор. Потому что война – это всегда выбор. Понимаете? Это тяжелое всегда решение. В начале 2000-х фильмы на тему Великой Отечественной войны только начали возрождаться. В 90-е, после развала СССР, фильмы о подвиге героев задвинули далеко. Одной из первых серьезных работ молодой актрисы Екатерины Воличенко стал фильм «Николай Лебедева звезда». Девушка сыграла связистку Катю, влюбленную в разведчика. Единственное, о чем я думала, когда я пришла на премьеру этого фильма и когда я снималась в этом фильме, как жалко, что мой дедушка, который дошел до Берлина, не увидел этот фильм. Поэтому, конечно, такие фильмы для меня дороги. Я вообще считаю, что народ, который не знает свою историю, это народ, у которого нет будущего. И здорово, что есть такой фестиваль, потому что, конечно, мы должны знать и помнить о подвиге нашего великого народа. Земля, я звезда, я звезда, я звезда, как слышите меня? Прием! Слышу, я звезда, слышу! Звезда, я земля, прием! Земля, передаю сообщение. В Сатаном районе сосредотачивается 5-я танковая дивизия СС «Викинг» наставить 9-го мотополка «Весква». 10-го мотополка «Германия». 5-го танкового полка. 5-го дивизия СС «Викинг» на самом деле «Нашлили». Как признался актер Александр Носик, перед каждым днем победы он составлял список советских фильмов о войне и все смотрел. Есть две реальности – мир и война. Как бы мы здесь не были с вами в потрясающем этом музее, не видели эту панораму, мало кто из нас реально понимает, что такое война, что такое воевать. Причем даже не нужно пуль и гранат, надо просто зимой оказаться в снегу, намерзлой земле, без горячей воды, без питания, без всего. Это будет достаточно, чтобы мы с вами уже точили в бозе. А ребята мало того, что выжили, они еще и выстрелили. Поэтому военное кино просто требует, наверное, более дополнительной работы с материалом, с первоисточником. А на войне была и любовь, и искусство. И если бы люди не мечтали и не жили о мирной жизни, навряд ли бы они смогли так воевать и так сражаться. Я думаю, они бы просто погибли. Поэтому всегда в жизни человека остается живая душа. За три дня кинофестиваля «Сталинградская сирень» порядка трех тысяч жителей нашего региона смогли встретиться со своими кумирами, поговорить о насущном, задать вопросы артистам. В этом году организаторы отобрали для показа более 30 фильмов, которые продемонстрировали на 22 киноплощадках Волгоградской области. Валентина Конышева, Анжела Умбетова, Роман Миколенко, телеканал «Болгоград-1». Популярный актер театра и кино Александр Носик в рамках кинофестиваля «Сталинградская сирень» провел встречу с волгоградскими студентами, изучающими актерское мастерство и режиссуру. Артист поделился опытом, своими ошибками, которые тоже совершал, будучи молодым в профессии. Александр Носик преподает в одном из театральных вузов столицы и поделился впечатлениями о встрече с нашими студентами. Рассказал, чем отличаются от московских. «Меньше такого наносного игнора, да, отличаются, но более живые, наверное, более естественные. Молодцы, молодые студенты театрального вуза со всеми теми же проблемами, которыми мучились мы в Москве и, пардон, скоро 30 лет, как тому назад. Поэтому нормально, все очень хорошо. Живые, смеющиеся, работающие со страхами, все хорошо. Я считаю, что все правильно, все так и должно быть». Опытный артист посоветовал юным коллегам использовать в работе приемы народных артистов, лауреатов премии, переписывать роль от руки, как шпаргалку, делать всевозможные пометки в сценариях. Для своих ролей необходимо читать литературу того периода, изучать историю, смотреть фильмы того времени. «Для того, чтобы заставить людей в зале или перед экраном поверить в то, что происходит у нас, мы мало того, что верим, и мы испытываем эти эмоции. Это называется прожить, а не просто прожить, проживи роль своего персонажа. Проживаю. Но при этом они отличаются от нас чем персонажи наши? Всем, да, а не мы. Для этого нам и помогают предлагаемые обстоятельства произведения. То есть актер должен настолько поверить в предлагаемые обстоятельства, задействовать свой организм, который психику, психофизику, которая проживет тот смоделированный рисунок персонажа, который есть в произведении». Студент Григорий зачитал стихотворение о неразделенной любви. Сначала эмоции юноши помешали зрителю услышать смысл. Но Александр Носик дал советы, которые помогли юному актеру разобраться, как нужно подавать смысл строчек. «Сейчас это осмысление, да, пусть перед ними, но через слабость и через понимание, что ты не сможешь им этого объяснить, они этого не поймут. Это сожаление, через сожаление. Здесь и сейчас, здесь и сейчас, с каждой строчкой ты даешь сам себе ответ, что происходит, почему оно так, и понимаешь, что тебя все они не поймут. Не себя жалей, а жалей, что ты никогда не будешь с ними». Я дошел до точки невозврата. Это пределы ярости, похожие на трубу, прорвавшуюся в нескольких местах. Вы смотрите насквозь, глазами полными усталости. Вы правы, я закован в цепи, и мой хозяин – страх. Страх – верный враг каждого человека, не только артиста, выступающего на сцене. «Если вы не сомневаетесь, вы уже тоже мертвы. Но если вы боитесь, вы проиграли. А все знают нашего великого боксера Константина Дзюк». «Да, да». «Вот, я имел счастье познакомиться с ним и, так сказать, сжать ему руку. Даже у меня одну тренировку в свое время провел. И мы с ним разговаривали. И я когда спросил, почему он уже потом ушел из бокса, он сказал, что я перегорел. Там история такая. Когда ты очень боишься, ты обязательно слышишь ошибку. Потому что ты уже, ты все, ты сгорел, у тебя уже нет, ты выжил. И когда ты совсем не боишься, ты слышишь ошибку, потому что не боишься. Ты должен быть в тонусе. Волнение должно быть, а страха нет». Студенты отмечают пользу от таких встреч. Несмотря на то, что Александр Носик впервые на кинофестивале, он уже проводил творческие мастер-классы с ребятами в прошлом году. И в наш город приезжает довольно часто. Мастер-класс и творческая встреча прошла доступно, полезно. В моей голове произошел некий переворот. Мне понравилось, что он говорил четко, по факту, что у него довольно равномерная речь, что он спокойный. И в каждом его слове есть какой-то смысл и есть толк. Для себя я поняла, что нужно распределять четко роли, нужно распределять текст. По словам артистов, подрастающее поколение необходимо вложить любовь, настоящую, искреннюю и немеркантильную. Остальное приложится. Валентина Конышева, Карина Кряжева, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Считается, что эти слова принадлежат прославленному русскому полководцу генералиссимусу Александру Суворову. Безымянные защитники Отечества снова обретают имена и находят вечный покой благодаря поисковому движению России. Одними из лучших поисковиков страны по праву считаются камышинские юнормейцы из отряда «Багратион». В преддверии Дня Победы «Багратионовцы» во главе со своим командиром, подполковником запаса Андреем Бурняшевым, встретились с председателем Камышинской городской думы. В зале заседаний лучшим курсантом отряда Владимир Пономарев торжественно вручил медали за активную работу в поисковом движении. В числе награжденных – Данил Ортман, который в отряде уже девятый год. За это время он успел отучиться и отслужить в армии. Я пришел в отряд «Багратион», когда мне было 13 лет. Сначала я ходил примерно месяц, чтобы рассмотреть и понять, чем занимаются ребята. И мне это стало очень интересно. И я стал на постоянной основе ходить два-три раза в неделю. Мы занимались архивным поиском, разборкой-разборкой оружия. Самым главным приемом был, конечно, поиск. Заслуженную награду также получили Наталья Бондаренко, Александра Бурняшева, Ксения Чермных, Никита Бондаренко, Сергей Мицкевич, Елизавета Пашкова и Александр Серенко. Кроме того, за патриотизм и исполнение песен о подвигах защитников Родины благодарственного письма удостоилась Александра Шевченко. Владимир Пономарев отметил огромный вклад каждого представителя отряда в дело сохранения памяти о погибших героях. Знаком с работой вашего отряда. Действительно, за практически 18 лет, 18 лет, 19-й год, знаю, что поднято колоссальное количество, порядка двух тысяч наших бойцов, 150 установлены имена. Вы все делаете очень большое и важное для нас дело. Курсанты Багратиона занимаются не только поисковой, но и архивной и образовательной работой. Изучают историю, участвуют в патриотических акциях, фестивалях и конкурсах. Отряд награжден множеством грамот местного, регионального и федерального уровня. Его по праву называют поисковым спецназом. Не за деньги и награды, а по зову сердца, они трудятся под палящим солнцем и проливным дождем. Ежегодно поисковики отправляются туда, где под землей лежат сотни, тысячи, десятки тысяч безымянных солдат. Я в первый раз на вахту поехал, когда мне было 14. И 6 лет подряд, каждое лето я ездил на вахту в памяти. Два-три раза в год. С первой вахты вообще все запомнилось, потому что для меня это было очень дорого, для меня это стоило очень. Самое, что меня зацепило, потому что мы должны чтить и помнить наших дедов и прадедов, кто защищал нашу страну и наше будущее. Планами отряда на ближайшее будущее поделился Андрей Бурняшев. На июль намечена экспедиция в Светлоярский район. В августе ожидается поездка в Рассошки. Традиционная вахта памяти близ военно-мемориального кладбища лишь одна из задач, стоящих сегодня перед Багратионом. Пришло очень много у нас заявок. Вот сейчас мы будем, пока еще находимся здесь. Это по установлению погибших, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны. Вот с Казахстана буквально два дня назад пришло. Человек ищет своего праведа. В ходе беседы курсанты рассказали, какими путями они пришли в отряд, как он пополняется новобранцами. Конечно, затронули тему спецоперации на Украине, где погиб и многолетний багратионовец Кирилл Яборов. Так же, как их старший товарищ, юные поисковики верны своему важному делу – делу сохранения памяти героев Отечества. Александр Маяков, Сергей Пехталев, Камышин ТВ. Полицейские продолжают выявлять нарушения в сфере миграции. Житель Волжского в своем частном доме зарегистрировал десятерых граждан Таджикистана. Фактически, они там не проживали. Мужчина сознался в содеянном. За незаконную постановку на учет иностранных граждан предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. В Октябрьском районе полицейские раскрыли угон автомобиля. Со двора домовладения местного жителя ночью был угнан ВАЗ седьмой модели. Инспекторы ДПС остановили машину в Котельниковском районе. За рулем находился 27-летний мужчина. Автомобиль передан владельцу, а в отношении задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В Новониколаевском районе инспекторы областного отдельного батальона дорожно-патрульной службы остановили иномарку под управлением жителя Владимирской области. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с явными признаками подделки. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в отдел полиции. За минувшие выходные несколько жителей области попались на уловки мошенников. Способы обогащения аферистов не меняются. Они представляются сотрудниками банков, брокерских компаний или обманывают граждан через сайты бесплатных объявлений. Самой большой суммы лишилась жительница Волжского. Ей позвонили якобы из банка и убедили перевести деньги на безопасный счет. Женщина перечислила 450 тысяч рублей. Полиция региона напоминает о том, что не стоит доверять таким звонкам и переводить деньги неизвестным. Будьте бдительны. Прошедшие выходные дублеры Волгоградского «Каустика» ЦРГ «Динамо Биотек» сыграли заключительные матчи в сезоне 2021-2022. Соперником нашей команды был московский коллектив МСОР номер 2, по факту являющийся третьей командой ЦСКА. Завершить сезон всегда хочется на мажорной ноте, а для этого, разумеется, не приемлем никакой результат, кроме победного. Наши парни приложили максимум усилий и сделали все возможное, чтобы добиться стопроцентного результата. Однако желания, как известно, не всегда воплощаются в жизнь. Всему виной цена нескольких ошибок, которые не позволили хозяевам площадки одержать победу в первой игре. Не хватило совсем немного. Сражались на равных, но уступили в один мяч. 27-28. Повторные встречи Волгоградцы с первых минут начали откровенно давить соперника и к перерыву сделали приличную разницу. 18-13. Во втором тайме наши парни не избавили обороты, но и гости добавили в скорость и устремились в погоню. Ближе к концовке счет на табло высвечивал разницу всего в два мяча в нашу пользу, что явилось следствием нескольких ошибок и потерь. К слову, это добавило хорошего адреналина как игрокам, так и болельщикам. И заключительные минуты остались за нами. Хозяева поля сумели исправить ситуацию и довели этот нелегкий поединок до победы 31-28. Вчера мы ошибались и много не забивали мячей у воротаря 23 сейва за матч. Это реально очень много. В защите более-менее было неплохо. По защите нам не так много вчера говорили. Много сказали за нападение, что мы много чего не забили и за счет этого проиграли. Хотя всего один мяч при 23 сейвах у воротаря. Мы боролись, хотели выиграть, потому что нам нужно было две победы, но не получилось вчера. Сегодня уже по-другому был настроен и нужно было из последних сил забирать эту победу, потому что надо сезон на хорошей ноте заканчивать. Уже по традиции одним из самых метких по сумме двух матчей стал Родион Левицкий, наколотивший 14 мячей. Но главным Галеодором в этот раз стал Дмитрий Шубин. 17 раз его точные броски заставляли москвичей начинать с центра поля. Поборолись, молодцы, всем спасибо ребятам. При том, что играли урезанным составом, у нас забрали людей много за первую команду играть, там свои проблемы, тоже травмы там у людей, поэтому играли. Но с другой стороны, ребята, которые обычно мало получали игрового времени, в этих играх у них было больше времени проявить себя, где-то получалось что-то, где-то что-то не получалось. Но это игровая практика, которой нам так всегда не хватает. Поэтому полезное в любом случае от этого есть. Хорошо, что выиграли последнюю игру, есть возможность подняться еще там на ступенечку. а там вчера, конечно, было бы хорошо тоже выиграть, но не дотянули. Не хватает ребятам еще ни опыта, ни кондиции тех, которые... Хотя, в принципе, команда Москвы это тоже молодые ребята, ну, хоть это как бы и база сборной 2004 года, ребята, конечно, наигрываются, там, игровой практики побольше у них. У нас поменьше, ну, имеем то, что имеем. В итоговой таблице ЦРГ Динамо-Биотех финишировал на шестом месте, что можно считать вполне достойным результатом. Хотя это ближе к программе минимум. Могли ли занять место выше? Однозначно могли, но не хватило всего понемногу. и элементарного везения в том числе. Итак, сезон 2021-2022 завершен. Желаем ребятам не останавливаться в развитии, прогрессировать с каждым днем, укрепить основную команду и добиться с ней высоких результатов. Константин Родионов телеканал Волгоград 1 В предпоследнем туре первенства футбольной национальной лиги Волгоградский ротор встречался в Грозном Солане из Владикавказа. Когда-то матчи этих команд являлись украшением не только тура, но и всего чемпионата. Однако те времена давно канули в историю и сегодня оба клуба решают разные задачи. Конкретно по этому поединку то ротору уже абсолютно ничего не грозило. Сини-голубые так и не сумели вылезти из зоны вылета и досрочно покинули второй по силе дивизион. А Ланя же напротив. Весь сезон показывал довольно яркую игру и лишь на финише стало откровенно притормаживать. Результативного дерби в этот раз не получилось. Немотивированный ротор сумел забить единственный гол уже на шестой минуте игры. Благодаря назначенному пенальти, который реализовал Андрей Ачуканов. Номинальные хозяева поля могли не раз восстановить равновесие, в том числе оригинально разыгрывая стандартные положения. Но, видимо, в этот раз был просто не их день. Счет на табло так и остался с минимальным преимуществом в пользу волгоградцев. 1-0. Друг за другом играли, оборонялись, атаковали, были одним целым. В принципе, к первому тайму были еще моменты, чтобы увеличить счет. Но главное, что отстояли, заряд играли на ноль и важная победа все равно, что чуть-чуть, только уверенность. Хоть и конец сезона, идем в нижнюю часть таблицы, никого не радует, нас тоже. Ну, главное, что хорошо, что сегодня удалось победить где-то 3 очка. Как-никак, чуть-чуть настроение поднять. Победа, которая совершенно не принесла радости болельщикам, разве что породила вопрос, а что мешало раньше? Хотя теперь ответ на него уже не требуется. Перед заключительным туром ротор третий с конца. Этим все сказано. Перед транзитом в третий по силе дивизион команда Артема Куликова сыграет еще одну игру. В матче заключительного тура 21 мая ротор на выезде встретится с другим неудачником сезона и вановским текстильщиком. Константин Родионов, телеканал Волгоград-1. Сегодня ночью и завтра днем по области Волгограде облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11, днем до 19 градусов тепла.